здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 270 выпуск на канале шах и мат и 125 тысяч подписчиков на канале шах и мат 8 мая 2021 года вот эта погода так погода настоящий такой скандинавский серый драйв вообще весь город вся москва под пеленой дождя да кстати водители вот мы сегодня ездили вы не забывайте о том что есть такая страшная штука как аква планирование не дай бог кому-нибудь из вас попасть особенно тем кто не имеет навыков ночного допустим вождения как некоторые или на вождение в экстремальных условиях ну что поехали поехали знаете с кого поехали поехали с тех кого так корежит а корежит я вам скажу по полной программе вот в преддверии 9 мая актер дмитрий назар хороший на мой взгляд актер ну больше известный по сериалу кухня решил разразиться стихотворение давайте послушаем зачем в барьерах вся россия зачем оттачивать парад парад чего парад бессилия парад запретов и оград парад расстрелянных пособий убитый пенсионный фонд забытый славы и надгробий и фронт развернутый в народ воинственные железяки везут воинственных ребят росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад зачем в барьерах знаете иногда просыпался подходил компьютеру я ну то что вечером написал пытался воспроизвести дмитрий а вот вы пересмотрели прежде чем бросить соцсети вот это стихотворение плохое кстати стихотворение поэт из вас то никакой я и сам на лавры поэтические не претендую но говорят иногда получается а вот у вас вообще не складушки не складушки не складушки не ладушки попей говна из кадушки по моему так говорили раньше дмитрий зачем а вот этот пафос самосвал пафоса зачем парады и тогда вы же хороший актер играете занимайтесь своим делом или вы думаете что если власть сменится вы все станете голливудскими звездами да не нет по одной простой причине они там и в голливуде и в испании и в скандинавии в этих странах которые нас полностью убрали пока не по кинематографу просто похоронили нас давным давно они думают о работе они думают о том как порадовать зрителя ну и стихотворение от меня вам зачем спектакли антрепризы зачем бездарное кино под фронты старые девизы с которой все обречено зачем наивные стишата которым автор самый рад и кала полные ушата что льет с улыбкой на парад я понимаю власть пройдоха до жизни тяжкой довела и стало больно стало плохо да всем нам плохо спохмела поэтому на мой взгляд стоит заниматься своим делом а стихи такие лучше читать не на публику а в кругу своих друзей потому как я знаю что даже если стихи плохие компания пьяная она все равно оценит поэтому дмитрий болейте за московский спартак играйте в спектаклях в сериалах и давайте думать о том что нас что-то должно цементировать или вам другие парады придутся по нраву а дмитрий я не думаю такой мужик же крепкий поэтому не стоит знаете вообще подивили многие персонажи великолепный журналист блестящий человек который 4 года провел в афгане будучи журналистом комсомольской правды корреспондентом человек который имеет орден красной звезды в наградах человек который вел просто сумасшедшие по своему накалу по своей сценарной задумке передачи я конечно говорю о михаиле кожухи и вот что пишет михаил в преддверии дня победы в грузии испытываясь чувствует двойного стыда во-первых за себя перед веселыми легкими чудесными людьми с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство а что деньги кончились или поблагодарить от души не можете разучились идем дальше во вторых стыд за отечество которое ведет себя по отношению к грузии как дворовая шпана михаил а почему бы не стыдиться только за себя знаете как вот учат в хороших семьях старайся отвечать только за себя не отвечай за других а тем более за отечество и все ваши былые заслуги и тот же орден красной звезды не дают вам права отвечать за отечество единственное что хоть как-то примеряет тебя собственной совестью память о предках былых веков которые сделали для грузии больше хорошего чем плохого и грузины платили им благодарностью поливая своей кровью поля русских войн русские за грузин не поливали поля крови а те миротворцы которые были убиты во время известного конфликта это как вам за них не больно вы же были в афгане вы же настоящий мужик увидели смерть страдания а тут забыли все я в принципе догадываюсь почему так произошло потому что в 99 году это мои догадки это мое субъективное мнение михаил кожухов был пресс-секретарем президента россии владимира путина и кожухов сам сказал что был уволен в силу своего нелегкого характера талантливые люди как правило лишены возможности иметь покладистый характер может это обида тогда странно потому как человек с таким багажом опытом он должен либо прощать уметь либо забывать а если не получается выходят вот такие посты прям перед днем победы я читал комментарии фейсбуке когда разместил вот эту этот скриншот ну конечно комментарии жуткие то есть те кто считали михаила кожухова своим кумиром просто человеком который вот подзаряжал их свои энергии они разочаровались ну и оно неудивительно ну что делать бог судья как говорится а вот это мне понравилось а вот это просто чудно как вы посмотрите 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 ельцин центр объявляет первых участников третьего фестиваля слова и музыка свободы смс который пройдет екатеринбурге 12 и 13 июня и открывает продажу билетов слова писатель дмитрий выков политологи екатерина шульман телеведущий михаил козырев чему михаил написали он миша он миша таки козырь журналист тихон дзятко это парфон бюро историк публицист николай сванидзе и другие музыка 12 июня машина времени группа молчат дома беларусь видимо изгнали оттуда какая-то группа о кью чев и 13 июня группа звери да и рома как его там этот районы кварталы жилые массивы да он пел я помню когда из всех утюгов и знаете вот какой-то сыростью от этого анонса давит каким-то холодком знаете анатомикум анатомического театра где трупы лежат вот этот мрамор холодный чё вы тоже играете составом нормальным где первое где первая тройка нападения альбац венедиктов шандерович где где палата уникальная палата кантор феггер каспаро где ретро где ретро половой десант да вот это буженина божайна гынска таня фоккевуль фельгенгауру пузьки где где все это вы становитесь скучными и предсказуемыми переименовываетесь переименовываетесь из смс это слова и музыка свободы в пмс пиздец махровый уже скоро музыканта юру позовите да музыкант юра притопил за медузу он говорит обозвали иностранным агентом а там работают наши люди наши журналисты юра когда вы последний раз написали песню хорошую вот и я не помню что это вот машина времени но это нафталина сиротский вот такой-то нафталиново-сиротский какой-то репертуар из прошлого века ну группа звери ребята вы тогда грушеньки доебетесь скоро вы чего а алё гараж как говорит ваш любимый бене коломойский в общем грустно как-то грустно прям совсем грустно что там у нас дальше а дальше вот кого я люблю могу сказать это чичваркина вот знаете за что я вам скажу он абсолютно закончен чтобы визгом не омрачать завтрашний день памяти хочу всем напомнить первая роль рейха ссср в развязывании второй мировой войны сопоставимы второе гитлер и сталин два кровожадных уебищных упыря и то что один кое-как кумекал на русском никак не делает его роднее вообще на русском не кумекаете вы кукарекаете третье сталин сталинских жертв 45 раз больше чем гитлеровских а были гитлеровские жертвы вы чёте серьезно что ли господин чичваркин я первые два пункта серьезно не комментировал ну то есть потому что комментировать такое западло четвертое все страны куда дошла к красная армия остались порабощенными по кроме австрии серьезно порабощенными а привидите доказательства что это было порабощение или вы не знаете истории вы не читали исторических документов или вы учитесь по википедии как алексей навальный 5 люди в ссср пушечное мясо расходный материал это не человеческое государство тюрьма народа все лучшее рождалось вопреки они по приказу но глупости зачем говорить заводы строились вопреки фильмы снимались хорошие в отличие от времен нынешних вопреки песни писались не крали песни как сейчас всю музыку крадут да а песни писали если вам не нравится что я говорю вы не признаете историю или математику сгиньте отпишите сразу любая агрессия блок из носа этим уезжаю ну что ты такой хороший ты же такой сладкий тебя кто-то бросил кто тебя бросил джон джордж а арнольд может какой ну что ты сладкий такой в 90-х было такое правило если в лес увозили некоторых персонажей на экскурсию то экскурсии были долгими и евгений розман евгений розман вы же поэт вот то что я сейчас буду читать меня от этого вот клянусь но я не могу это не прочесть фейсбуке пишет евгений розман бегал как-то в парке в парке бегал он еще говорит с этим акцентом а там недалеко от турников парни с девчонками и вот два парня не отходя развернулись к кустам и давай ссать и пердят еще убили весело девки смеются и все у них так просто так естественно и даже отойти-то никуда не потрудились ну понятно что вранье да такое омерзительно так под себя и гадят а вы стоя и тоже под себя последние годы все чаще едешь по трассе стоит машина в обочине вышли мужики и суд не отворачиваясь и дети рядом да я видел господин вот недавно какой обочине центре москвы сегодня ехали по ленинградке покутузе стоят мужики вокруг дети они ссут я еще остался же дождь идет чтоб струи не видно и мысли нет хоть на несколько шагов отойти и вид у них такой будто обоссали они самого гитлера еву брауна их любимую овчарку как смешно то чё серьезно что человек этот иконы собирает вы как иконы называете досками наверное да ну как в 80-х ворца и называл гитлера баса льева браун а это и золотой и такая гордость на их лицах будь то своей чахоточной струйкой потушили верховой пожар в кахай в хакаси а у вас какая струйка там струя скамаринова и в австралии все пожары вчера евгений ройзман потушил все пожары в австралии знаете что я вам скажу первое что поразило советских людей оказавшихся на оккупированных территориях во время войны что фасисты отправляли естественные надобности в открытую не стесняясь местных жителей мужики не уподобляйтесь один вопрос я просто это часто вижу а почему у вас вот концентрация у ваших сподвижников на говне на говне на моче вот такое ощущение что вы поклонитесь голему сделанному из говна и обожженному почему вы так вот вас тянет говну а не к шоколаду допустим меняете темы вот правда они меня отворачивают а вы получаете от этого удовольствие вы подпитываетесь энергии из говна странно правда а как германии несут сейчас на дорогах нет они же и тогда были очень культурными немцы в те годы когда ссали в остальном они были очень даже себе ничего газ циклон бы это что там еще было не напомните а мы помним как вот это вот так что там у нас еще ну алексей лебединский это алексей лебединского еще кто-то взяли мне переслали алексей лебединский человек который тере это какая разница тере это снова я узнает я рассказывал за вам про на вот ильмара тумаска до которого внесли она в санкционный список российский но конечно стоит издевательство знаете но он глава языковой коне комиссии я конечно тот раз глупости такой спороле пропрошу вас про себя не сказал чтобы магистр кунеллингус я посмотрел на на вашу вот эту фотографию вы не можете быть таким потому что ну что это узкий рот там видимо там вообще не ну ладно да все заканчиваем начну его взяли интервью да такое кем бы вы хотели быть в детстве да спрашивать ильмара томаска я бы хотел быть пеппи длинный чулок а чтоб натягивали да наверное это интересно знаете я бы я вот никогда не хотел бы стать пеппи длинный чулок на сожалению оказалось что по независим от меня причинам я не могу на этого сделать то есть не получилось натянуть что ли у кого-то ну ладно однако когда я был маленьким я пытался поднять корову своей бабушке которую звали мари и хоть у вас бабушка была какая-то мари корова названа француз или мари 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 ну и как поднял баку зачем поднять хотели корова сзади наверное охуи проказник ильмар какой ну раз так можно какая у вас самая большая страсть читать и писать ну на хуни-муни это написал про этого ребенка воли там такой пи я буду сказки читать были гусель яхана этот миша хуй зачитал а я буду читать воли что вас больше раздражать злоба демонстрация превосходства и глупость хотя последнее не противоречит действующему законодательству эстонии так если вы такие законоприятия куры вы там делаете в этой языковой степени есть до историческое лицо с которым мы хотели познакомиться исаак ньютон я почитал три биографии ньютона а также его начал но вы три читали 1 бы вполне достаточно хватило если если значит во все они разные да у ньютона вы же разочароваться должны были с человеком в чем вас если сильная сторона последовательности в чем последовательность а в том чтобы заставлять русских учить эстонские привычка торгово хочется отказаться я склонен отвечать утвердительно на российском большое количество приложений ну короче подкаблучник такой женат сказал ну кому не метнулся мусорник вынес и мусорник металл и посуду ему это да кем бы вы были были в прошлой жизни я был блять эстонским сли ой по этот прослин я здесь впервые надеюсь последний раз потому что не люблю повторять пройденный урок правильно нехуй повторять один раз приехали хорошо вот и как на вас повлиял запрет на въезд в россию не повлиял хотя да порой я думаю что должно происходить голове человека приложившего мое имя ну так прославился ты думали а то есть вы и за или мы думали что про вас здесь никто не знает вас нет так это и на карандаше всего теперь сидит ты в эстонии да ну или в фенляндии их у с вами но не с ними коррады так господа подписывайтесь смотрите метаметрика на метаметрике вышло мое интервью повторно догадываетесь же с кем с германом стерлиговым подписывайтесь на кота костяну на изоленту подписывайтесь сегодняшний выпуск с димой пучковым с трофимом спите смотрите саваничи рома щукин автоводитель обязательно таково меркури ну там вообще там уже пошел там в разнос мы пошли меркури сережка на ухо в телеграме жжет гаспарян ну-ка не гаспарянам но надо подписаться конечно чтобы все были нормально ну вот такие дела да все встретимся завтра до скорых встреч в эфире спасибо